Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. И это очередной выпуск «Мнение дилетанта». Буквально несколько дней назад Великобритания проголосовала за то, чтобы выйти из Евросоюза. Но поговорить с вами я хочу скорее не о самом выходе, а о конфликте отцов и детей. Почему это так? Чуть позже, конкретики. А пока хочу обратить ваше внимание, что я нахожусь в Могилёве. В белорусском городе Могилёве. Видите, тут построили такую классную высотную башню. Очень много небоскрёбов за моей спиной. Могилёв развивается бешеными темпами. Ну, сами посмотрите, что происходит. А я пошёл готовиться к «Мнению дилетанта». Да, Могилёв, конечно, хорош, но постоянно показывать вам его я не могу. Иначе у вас будет передоз красоты. Он зашёл в помещение. Но виды Могилёва будут продолжать появляться в течение всего разговора. А поговорить мы будем о Брексите. Уже прошло несколько недель, по-моему, две недели с момента этого знаменательного события. Много всяких причин. Давайте поговорим с вами в комментариях. В принципе, кто, как не мы, вот я человек из Беларуси, вы, люди из России, Украины и прочих стран. Кто, как не мы, может понять британцев и объяснить им, правильно они это сделали или нет. Ну, на самом деле, я шучу. По-хорошему, понимание любых политических процессов – это важно. Почему? Вот многие говорят там, что ты влезешь в дела России. Я не лезу в дела России, я хочу это обсуждать, как и сейчас, что происходит в Британии. Потому что это просто понимание политических процессов, понимание, как многие массы людей действуют и прочее. Ну, начну, пожалуй, с нескольких неадекватных комментариев. Потому что в тот день, когда стали известны итоги референдума, я об этом написал в своей группе ВКонтакте. И получил там много интересных комментариев, типа того, что Британия хочет... Нет, всегда целью Британии было развалить Евросоюз. Всегда все войны Британия ввела на европейском континенте для того, чтобы не дать ему объединиться. И когда он стал объединяться, Британия специально в него вступила, чтобы вот теперь его развалить... В общем, такие теории заговора крутые, ну, я все-таки всегда считал, что все намного проще вообще в мире происходит и глупее, по-хорошему. И вот сейчас Брексит в основном это, несомненно, протест британцев против системы, которая сложилась в Евросоюзе. Как есть много всяких странных и смешных персонажей, какие есть в любой стране. Ну, вот я, например, когда закончился, показывали результаты этого референдума, я как раз в той стране, где находился, почему-то шло BBC, и там круглосуточно все эти результаты. И мне запомнился там дедушка какой-то, который со слезами на глазах кричал в камеру, мы наконец-то вернули свою страну обратно. Я так счастлив, я так давно... В общем, один в один вот реально как, когда Россия присоединила Крым, вот точно такие же какие-то странные у людей странное счастье, эйфория такая происходит. Хотя я вот реально не очень понимаю, как вот конкретно им на их жизнь это все может повлиять. Ну, мы-то с вами люди, которые немножко размышляют, да, вот и мне хотелось бы вам, как сказать, со своей стороны рассказать причины, почему это произошло. И одна из них, кстати, будет конфликт отцов и детей, который я вынес в название видеоролика, который вот я вначале говорил. Но сначала надо понимать вообще, кто, какие политики выступали за выход Британии из Евросоюза, основные. То есть самые основные это был Майкл Фараж и Борис Джонсон. И вот они два лидера совершенно разных лагерей. Если Фараж это конкретный такой британский националист, который вот, ну, блин, как... Есть украинские националисты, которые просто не хотят быть в России, просто потому что они украинцы. Пофигу, мы можем жить там хуже, все должно быть хреново, но главное, чтобы там была Украина независимой. То есть никаких логических предпосылок ни к логической цепочке не составляется. Так и здесь. Мы вернули Британию себе, больше Евросоюз нам не указ. Вот этих людей я даже не хочу обсуждать, потому что, ну, они, знаете, в своем мире национального благоденствия живут. А вот Борис Джонсон, он, конечно, популист такой, но у него очень конкретная позиция, и ее разделяет очень много людей в Евросоюзе. И в принципе, она заключается в том, что бюрократия, бюрократический аппарат Евросоюза, который над национальными интересами, он очень неповоротлив, очень забюрократизирован. И вообще символом этого всего стал закон о кривизне огурцов. По-моему, в 88-м году Евросоюз принял постановление, которое регулирует три вида кривизны огурцов в магазинах. И, ну, я не буду говорить там последствия, но смысл в том, что когда вот это, об этом узнаешь, когда люди в Евросоюзе узнают, что вот какой-то орган начинает регламентировать, какой кривизны огурцы должны попадать в магазины, у них начинают появляться вопросы, чем вы там, ребята, занимаетесь вообще. И это стало символом таким вот того, что аппарат бюрократический Евросоюз занимается всякой фигней. И во многом это действительно так, потому что не всегда постановления Еврокомиссии, комиссаров европейских, парламента европейского выглядят адекватными. А самая большая проблема в том, что отменить их требует намного больше усилий, чем их принять. И вот эта фигня про огурцы, она привела к тому, что в магазины стали попадать огурцы только одного определенного вида. Разорилось очень много мелких фермеров по этому поводу, вот из одного такого дебильного закона. И Евросоюз, помню, только в 2000... или в 98-м году, в общем, отменил. Ну, в общем, очень долго этот закон действовал. И механизм отмены вот таких законов что-то около двух лет. Это такой первый звоночек, да, вот такой идиотизм. Второй звоночек, который был очень важен, это Европейская Конституция. Чтобы вот она была принята, должны были все страны Евросоюза проголосовать за нее. И если в некоторых странах ее мог принять парламент, как в Германии, например, еще где-то, то в некоторых странах прошли референдумы. И в двух странах, я вот помню точно, что в Голландии, в Голландии точно, и, по-моему, во Франции, но я не уверен, на референдуме эту Конституцию не приняли. То есть народ посчитал, что она не очень классная. Что сделали в Евросоюзе? В Евросоюзе Конституцию все равно протащили под видом лесовонских соглашений. Типа, получается, что они показали всему европейскому народу, что всем пофигу на их мнение. И вот это стало, пожалуй, самым большим катализатором недовольства Евросоюзом во всей Европе. Так вот, лидеры Брексита, в данном случае Борис Джонсон, они как раз выступали за то, чтобы показать, насколько забюрократизирован Евросоюз. Они хотели, в некотором роде, попугать его, испугать европейский истеблишмент, чтобы снизилась забюрократизированность. Но в итоге оказалось, что большинство британцев проголосовало именно что за выход. И вот теперь Британия как бы наперебудьте. С одной стороны, вот та прослойка, которая действительно хочет выхода, вот эти политики, их не сам, их не большинство, и они довольно маргинальные. То есть, ну это, знаете, примерно как у нас Жириновский, например, да, вот представьте себе, такого калибра ребята. А выходить теперь надо. И, ну, то, что экономически там все в Британии упало и фунт стерлингов, и аренда жилья, и продажа жилья, ну, недвижимость все это попадало, это само собой понятно. Но самая большая проблема в том, что в Британии теперь не очень понимают, вот на данный момент нет конкретного плана, что делать, в принципе. То есть, они выходят из Евросоюза, но для чего это, кроме вот этих националистических, естественно, лозунгов, что вернем Британию себе, немногим понятно. И в первую очередь, конечно, подал в отставку Кэмерон, который выступал за то, чтобы остаться в составе Евросоюза, но у него не получилось так вдохновить народ. И вот сейчас выбирают нового премьер-министра в том плане, что им должен стать лидер консервативной партии. Выбирают лидер консервативной партии, а главный претендент, который был, Борис Джонсон, он свою кандидатуру отозвал, потому что практически сразу все его сторонники перестали поддерживать его. А вообще, очень интересная тоже ситуация. Я вам рекомендую самим почитать, очень много есть по этому поводу статей, почему лишился поддержки Борис Джонсона, особенно от своего самого близкого соратника Глоуф, по-моему, его зовут, который был министром экономики Великобритании, с которым он вместе учился, там Катя и Дэвид Кэмерон вместе учился с ними. Потому что именно из-за того, что Борис Джонсон, на самом деле, хотел бы остаться в Евросоюзе. То есть он вот такой человек-популист, такой рубаха-парень себя выглядит, но, наверное, самый хитрый лист из всех них. Но именно в консервативной партии он лишился поддержки и свою кандидатуру снял. При этом еще никого не поддержит. Это звучит, как я немножко сумбурно рассказываю, конечно. Но вернемся к голосованию людей. Во-первых, конечно, всем очень интересно было посмотреть на то, как разные территории проголосуют. Подавляющее большинство шотландцев за то, чтобы остаться в ЕС. Подавляющее большинство жителей Северной Ирландии тоже за то, чтобы остаться в ЕС. Гибралтар, по-моему, вообще 100%, или там 99,8% голосов за то, чтобы остаться в ЕС. И получилось, что вот этот Brexit привелся к тому, что в самой Великобритании начались такие центробежные силы, которые разрывают страну. То есть шотландцы уже объявили, что будет очередной референдум о том, чтобы выйти из Соединенного Королевства. И я уверен, что в данном случае уже большинство проголосует за это. Но это все не очень интересно, потому что это, ну, скорее даже, знаете, показывает не национализм какой-то, а просто вот как людям удобнее. То есть понятно, что жителям Северной Ирландии очень не понравится, когда будет закрыта граница с Ирландией, они не смогут туда нормально ездить. А это произойдет, если в Великобритании с Евросоюза выйдет. То же самое касается и жителей Гибралтара. Там все эти экономические связи порушатся, да. То есть намного дороже будет покупать какое-то сырье и прочее, прочее. Ну, это все понятно. А вот что меня больше всего заинтересовало, и почему я, вот видите, уже тут 15 минут, к чему я подвожу, это то, что большинство британцев моложе 40 лет, большинство проголосовало за то, чтобы не выходить из ЕС. А большинство тех, кто старше 40 лет, за то, чтобы выходить. И вот опять, видите, получается конфликт отцов и... Ну, там вообще подавляют. Те, кто младше 30 лет, там вообще подавляющее что-то 80 на 20 процентов проголосовало. А между 30 и 40, там, по-моему, 65 на 35, вот так. И вот прекрасный пример того, как опять старшее поколение голосует за то, как будет жить младшее поколение. И вот хорошо это или плохо. Я, например, с наших стран считаю, что плохо. У нас... Ну, и еще один факт. Вот, опять же, младшее поколение проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС, но показательно то, что именно среди этих людей, вот, младше 40 лет, меньше всего людей и пришло на референдум. То есть, старшее поколение конкретно хотело выхода, и оно практически в полном составе, ну, там, конечно, не 100%, но очень многие из них пришли на участки и за это проголосовали. Младшее поколение не хочет выхода из ЕС, но при этом оно, ну, не озаботилось о том, чтобы это себе устроить. То есть, это инфантильность и прочее, и прочее. И во многом это касается и наших с вами стран, где в основном на выборы ходит именно старшее поколение, более того, женщины. То есть, самый большой электорат в наших странах – это женщины за 50. Вы вот подумайте об этом. И когда, например, Александр Григорьевич в первый раз баллотировался в президенты в 1994 году, то есть, конкретно об этом говорилось, что он делал ставку в своей компании именно вот на этот контингент – женщин за 50 и старше. Потому что, если вы откроете любые статистические данные, там, полувозрастную пирамиду в наших странах, вы увидите, что больше всего у нас женщин предпенсионного и запенсионного возраста. То есть, они хотят, чтобы им постоянно платили пенсию, они хотят, чтобы они пораньше выходили на работу, и ради этого они не пожалеют ни мужиков, ни младшее поколение. Такое, у меня немножко получается, жена, ненавистническое видео, да, немножко. Но, естественно, я за равноправие полов, на самом деле, и, по-моему, это я говорю как раз о том самом равноправии. В нашем же случае, как нам жить, в основном решают женщины за 50. В Великобритании это не совсем так. К женщинам за 50 еще и мужчины присоединились этого же возраста. Ну, просто потому что они там дольше живут. В наших-то странах мужики доживают до пенсии 1-2 года и умерли в среднем. А женщины еще лет 15 будут жить, как минимум. И вот на это поколение, на эту полувозрастную прослойку мы с вами и работаем. Потому что у меня как раз средний возраст примерно около 30 лет, моих зрителей. Я думаю, мы с вами можем даже не надеяться на пенсию, естественно, потому что все наши деньги будут съедаться вот этими ребятами. Но если в нашей ситуации, в наших странах именно в этом проблема, то в Великобритании, скорее всего, ну, это мои уже такие домыслы, проблема именно в том, что вот это старшее поколение хочет вернуться к каким-то... Вы знаете, как у нас Великий Союз, СССР был великой державой, и раньше Британия была великой державой, сейчас им приходится считаться с Евросоюзом. И вот то поколение опять хочет к этому вернуться. А младшее поколение, которое уже интегрировано, которое уже привыкло жить в объединенной Европе, смотрит на этих ретроградов как, ну, на странных непонятных динозавров, которые пытаются вернуть прошлое, не пойми зачем. Тем не менее, еще раз отмечу, что вот эта позиция сторонников Бориса Джонсона, вот этой либеральной, либералов, которые хотели выйти из Евросоюза, я считаю правильной, потому что действительно в Евросоюзе очень много бюрократии. он, то есть, он не получается этой структуре действовать эффективно, ну, в том виде, который сейчас есть. И вот плюс Брексита, по-моему, и вообще любые процессы, вот как, чем разнятся процессы, например, в России и в Евросоюзе, в том, что европейцы, они получают эту проблему, этот нарыв вскрывается, потому что Брексит, это, считайте, вскрытый нарыв, да, потому что проблема прям вышла наружу, ее надо решать. Эти проблемы решаются постоянно. В России же проблемы замалчиваются, их нет просто, типа, у нас все отлично, все, кто против, враги народа, пятая колонна, если вам что-то не нравится, уезжайте из страны. Вот в этом большая разница. Я не думаю, что и там, и там, типа, вот, я никогда не считал, что в Европе там классные чуваки сидят, у них все классно, а у нас все в жопе. Разница, вот именно большая разница в том, что там проблемы будут решаться, потому что они на виду, потому что они обсуждаются. Вот видите, мы даже с вами обсуждаем проблемы Европы, сидим, ну, потому что это все на нас влияет, и мне кажется, это все надо понимать. А у нас такого не происходит. И мы живем под диктовку женщин за 50, извините, которым нравятся альфа-самцы, мачо, вот, ну, нет никакой, как даже сказать, идеологии по-хорошему в наших странах, ну, я говорю про Россию и Беларусь. И Украина еще барахтается во всем этом, она пытается вылезти, но я до сих пор не вижу реальных изменений, если уж на то пошло. Наверное, видимо, еще надо что-то сотворить там, потому что особо важные реформы все равно не проводятся. Не знаю, что для этого надо, но, видимо, серьезный очень экономический кризис должен у нас тут произойти, потому что, чтобы было понятно, что эта модель не работает хотя бы экономическая. Экономическая модель не работает из-за того, что проблемы этой модели никак не обсуждаются, не выносятся на первый план, и все, кто говорит что-то против, опять же, враги или пятая колонна. Ну, в общем, я очень много наговорил, много тезисов вам бросил. Это действительно мнение дилетанта по-хорошему. То есть я просто сейчас высказываю свое мнение, надерганное из разных мест о своем впечатлении от Брексита, о том, как вообще Британия до такого дошла. Но это очень важно, действительно, обратите на это внимание, что старшее поколение сейчас практически во всех странах, особенно в наших, особенно это заметно, решает, как нам жить, причем без всяких компромиссов абсолютно. И это одна из, кстати, в будущем возможных революционных предпосылок, когда, знаете, вот наше поколение не может никак свои пожелания, что ли, внедрить в жизнь. Ну, на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Я вообще за объединение в основном стран. И могу сказать за себя, что считаю, что развал Советского Союза был плохим, плохой вещью. Идеологию надо было сменить, естественно, но желательно, чтобы Советский Союз оставался. То есть мне форма, в принципе, Евросоюза нравится. То есть надо меньше бюрократии делать, чтобы больше, меньше регулирующих органов, да, чтобы больше дел, если хотите, так и в нашей стране вполне было это возможно сделать. И я думаю, что все-таки в каком-то, может, даже недалеком будущем мы все-таки придем к тому, что надо будет объединяться. Просто на равных условиях, а не там не главенство русского языка, а главенство Москвы. Я понимаю, что Россия огромная страна. Но тут надо понимать, либо на равных, либо никак на данный момент. И вы же понимаете, что в Евросоюзе там тоже на равных. И Люксембург, Кипр на равных действуют с Германией и с Румынией. Кстати, это тоже один из факторов, почему Британия выходила, потому что не хотели они там спонсировать, например, Литву, Латвию и прочую Эстонию. Ладно, все, завершу. Немножко сумбурный выпуск был. Жду ваших комментариев, ваше мнение. Пожалуйста, только без теории заговора. Давайте как-то посерьезнее, что ли, поприближеннее к реальной жизни. Хорошо? Вы видели Лешу Халецкого. Канал «Леша играет». Раз досмотрели до конца, то, видимо, вам было интересно слушать. Так что лайк поставьте. Ну и поделитесь этим видео. Все, пока, да. Субтитры сделал DimaTorzok